Будет проблема, будем решать. Не будет решения, проблем будем обходить. Не будет третьего, ну поедем в Китай. Последние две недели отметились для нашей страны многими трудностями. Если о некоторых неудобствах говорят открыто, то другие имеют более глубокий смысл. Многие зарубежные автопроизводители заявили об уходе из России и начали закрывать свои дилерские центры. На этом фоне активизировались продажи автомобилей с пробегом. Мы решили узнать у экспертов, чего ожидать от рынка в будущем и как обстоят дела сейчас. Сейчас он занимает такую позицию, как некое ожидание. То есть все чего-то непонятно ждут. На самом деле у меня как у автоподборщика спрос на услугу именно подбора упал. Осмотров много, потому что люди пытаются купить то, что сейчас есть на рынке за более адекватные деньги, которые в их представлении. Моя точка зрения, что покупательская способность к тем ценам, которые сейчас многие продавцы позиционируют, выставляют, в том числе и дилеры, и просто перекупы, и в том числе какие-то частники. Просто она не на том уровне. Понимаете? Ну никто не будет покупать тот автомобиль, который стоил до этого 2 миллиона рублей, сегодня за 4. Это просто надо понимать логикой и здравым смыслом. Рынок автомобилей с пробегом делится ровно на две части. С одной стороны люди, которые хотят элементарно навариться на перепродаже автомобиля, завышая цену, а с другой стоят те, кто хочет закрыть потребность во владении авто. И если с первыми все понятно, они были всегда, то вторые, по словам эксперта, не принимают во внимание многих тонкостей. Парцентов, наверное, 35, я думаю, можно смело говорить об увеличении стоимости импортных каких-то комплектующих. И стоит ли обсуждать это в перспективе? Ну, давайте представлять логично. Если чего-то нет, это создает дефицит. Если это в дефиците, значит это либо дорого, либо его нет. Если этого нет, то кто-то должен это заменить. И если это заменить некому, то, конечно, есть определенные марки, на которые мы должны понимать, что будет либо дорого, потому что это надо будет третьей, пятой колонны, откуда, хрен пойми, завозить, привозить через каких-то посредников. Либо этого просто не будет, ну и, соответственно, будет стоять у вас кирпич с какой-то эмблемой на капоте. По словам Леонида, сейчас на рынке происходят аномальные изменения из-за тех, кто занимается перепродажей автомобилей. Сейчас в рамках вакханалии продается абсолютно все, искупается абсолютно все. И, к сожалению, люди в угоду вот этой спешке, они не проверяют то, что покупают. И, конечно, сейчас подмахнутся какие-то кривые автомобили, перебитые, битые, с высокими техническими какими-то неисправностями. Все дело в том, что люди не видят ценности именно в рублевом эквиваленте, но видят ценность в металле. Я когда, ну, как я на это смотрю, для меня автомобиль не спасение в любом случае. Да, возможно, это сохранение, но не заработок какой-то, сохранение на определенный период времени. А как пойдет потом, ничего уже никто не знает, как говорится. Автоцентры также ощутили на себе уход основных игроков с российского рынка автомобилей. Александр Зеленцов – руководитель салона, специализирующийся на продаже подержанных авто. По его словам, большинство автосалонов буквально взвинтили ценники. Публичный отказ от такого решения привел мужчину к конфликтам с коллегами. Проблема, на мой взгляд, в первую очередь, конечно, это наличие автомобилей и, естественно, ценового сегмента, скажем так. Я принял решение, когда все это началось, 24 февраля, я принял решение, что ни один автомобиль мы поднимать не будем, повышать не будем. То есть все автомобили были реализованы по старым ценам. Более того, мы также будем продолжать это делать. Почему? Потому что я глубоко убежден, что если мы не будем друг на друге спекулировать, то все это максимально быстро вернется к точке опоры, от которой мы, в принципе, исходили в августе 2021. По представлению обывателей, уход зарубежных производителей подстегнет продажи отечественных автоконцернов. В частности, существуют опасения дефицита новых автомобилей, таких как «Лада» и «УАЗ». По словам Александра, отсутствие иномарок на рынке в России не станет продолжительным. Дефицита с автомобилями, я уверен, что не будет. Не будет. Ни с «АвтоВАЗом», ни с «ВАГом». В любом случае, все эти концерны, они вернутся, и вернутся же в ближайшее время. Они теряют просто триллионы долларов. То есть рынок России – это 80% мы выкупаем автомобилей. «ВАГ-группа», «Ауди», «БМВ», не говорю уже о «Тойоте» и «Лексусе». Поэтому я 100% уверен, что никакого дефицита и ожидания автомобилей сроком 6-8 месяцев, как это было при первых поставках «Вольксваген Поло», «Хюндай Солярис» 2011-2012 год, этого не будет. По словам экспертов, сейчас не стоит опустошать свои вклады и бежать в ближайший автосалон, либо покупать на сайте объявлений первый попавшийся автомобиль. К совершению дорогостоящих покупок нужно в первую очередь относиться с умом. Дмитрий Есенников, Виталий Федотов, Телеканал ЮТВ.